Орлята со всей Иркутской области слетелись в Ангарск. Там проходит военно-спортивная игра «Орленок». Материал в нашем выпуске. Сегодня в международной программе «Середина земли» мы расскажем об одном из забайкальских участников фестиваля «Алтаргана». «Середина земли». Мы приветствуем зрителей международной информационной программы в столице Бурятии. Начинаем выпуск с новостей Иркутской области в студии Александра Кошурникова. Орлята учатся. Областная военно-спортивная игра «Орленок» стартовала в Ангарске. 80 подростков со всего при Ангаре приехали, чтобы показать себя скалолазами, спасателями, пожарными, спортивными туристами, ну и, конечно же, хорошими товарищами. Как у них это получалось, смотрите в сюжете. В торжественный момент с поднятием флага дан старт военно-спортивной игре «Орлена». «Котвага», «Фортуна», «Поиск Альфа». Всего же игра в этом году собрала 8 команд участниц. Представлены Слюдянка, Черемхова, Шелихов, а также Иркутская Ангарск, от которых выступают по две команды. «Проявят свои знания, умения и навыки в деле пожарного и, собственно говоря, чем самым докажут, насколько они могут претендовать на то, чтобы стоять в резерве пожарно-спасательного дела и в будущем пополнить ряды МЧС, возможно, даже в Иркутской области». В игре принимают участие ребята опытные, прошедшие специальную подготовку в аварийно-спасательной службе. Часть Орлят входят в сборную области. Одной из сильнейших команд считается «Фортуна» из Ангарска. В прошлом году она заняла первое место. В этом вновь достойный состав и желание победить. «Я лично уже участвую, пятый год у меня идет, последний год, по возрасту уже. Участвуем уже на протяжении этой же команде пяти лет. Пятый год уже держим фору первое место. Команда сбалансированная получается, все умеют, каждый знает свое, что делать. Поэтому, я думаю, у нас есть секрет успеха, не ругаемся. Команда хорошо подготовлена, на данный момент, я считаю, будем бороться. Опять надо выиграть последний год для меня лично, чтобы оставить хороший след в этих соревнованиях». Этапы в турнире стандартные. Пожарная эстафета, поисково-спасательные работы, в том числе в акватории. Контрольно-силовые упражнения, кросс-эстафета с препятствиями. «На старт, внимание, марш, побежали!» И самое сложное – 13-километровый маршрут выживания. Все этапы, кроме первого, орлята пройдут уже на территории здоровительного лагеря «Лукоморье» в Савватеевке. Победитель определится к концу недели. Поклонный крест установлен на берегу Байкала в Ольхонском районе на одной из сопок возле поселка Сахюрта. Символ православия в высоту 7,5 метров, изготовлен из металла и весит тонну. Крест привезли из Иркутского Харлампевского храма. Оттуда начался большой крестный ход. В это же время из Большого Галаусного в сторону поселка Сахюрта направился второй крестный ход. Всего в религиозных шествиях приняли участие более 150 верующих. Среди них служители церкви, дети, казаки из Иркутска, Ольхонского и Братского районов. После того, как крест был установлен, протерий Харлампевского храма Евгений Старцев и священник Николай Ольхонского прихода отслужили молебен во имя святого Николая Чудотворца, заступника Байкала и путешественников. Во славу его чистения, чистоты, благодатной воды и во славу народа нашего русского, во славу единства, потому что на этой земле живут и русские, и буряты, и украинцы, и белорусы, и многие другие народы из народностей, которые населяют этот остров, этот край, называемый родной Сибири. Крестный ход по Байкалу благословили патриарх Московский и всей Руси Кирилл и митрополит Иркутский Ангарский Вадим. Водружение креста приурочено к 355-летию основания Иркутского острога. Такими были новости при Ангаре в этом выпуске «Середины земли». Спасибо за внимание. Сейчас программу продолжают наши коллеги из Читы, они уже на связи. Здравствуйте. О каких новостях за Байкальского края расскажете в этот раз? Здравствуйте, коллега. О самых интересных новостях нашего региона расскажу я, Юлия Тимошенко, и мои коллеги. В Чите в августе пройдет торгово-экономический форум трех стран – России, Монголии и Китая. Участники обсудят множество вопросов, работа над которыми поспособствует выходу государства из кризиса. Мероприятие будет ориентировано на приграничное и межрегиональное сотрудничество Забайкальского края, регионов Сибири, Дальнего Востока, напрямую с регионами Китая и Монголии. А теперь к другим темам нашего региона. Одно из самых ожидаемых событий этого года в соседней Бурятии – фестиваль «Алтаргана». В Лануде ожидают делегации из Иркутской области, Забайкальского края, а также Монголии и Китая. Нововведением этого года стал видеоконкурс, в котором примет участие забайкальский режиссер Бояр Бородиев. Он подготовил две работы. Подробнее об этом расскажет Антон Матушевский. Если 70% молодежи не знают языка, то он считается исчезающим. После прочтения статьи, где была приведена эта статистика ЮНЕСКО в голове Бояра Бородиева, и зародилась идея для сценария. Работа над проектом, который впоследствии получил название «800 слов», затянулась более чем на год. Как рассказывает сам Бояр, много с кем советовался, глубже пытался окунуться в бурятский быт и культуру. Так однажды отправил сценарий в Агентский музей и в ответ получил неожиданную рецензию. Написали, что тема битая, проблема дословно рубануть по актуалу не получится, поскольку проблемы такой нет. Язык, собственно, бурятский, он не умирает. Я тогда задумался, может быть, правда это все, ну, как-то так. Нет проблемы, но общаясь с людьми вокруг себя, с окружающими, с молодежью, в основном с бурятами, большинство не знает свой язык. Актеры у нас участвовали, 50 человек снималось в фильме, и 90% из них не знают свой язык бурятский. Фильм «800 слов» снят на бурятском языке. Это короткометражка. Бояр надеется, что зрителями его станут не только старшее поколение, но прежде всего молодежь. На молодежь рассчитан и второй фильм Бородиева, который также примет участие в конкурсной программе «Алтарганы». Он уже документальный, о жизни большого семейства на Чебанской стоянке посреди бескрайних степей. Увидев все это, главной целью нашей было, наверное, показать, прежде всего, молодежи, наверное, что, в принципе, возможно и вот такое. То есть можно и вот так вот жить в степи и преуспевать, занимаясь вот таким вот животноводством. То есть главное, не важно, что ты делаешь, не важно, чем ты занимаешься, бизнес это или что-то еще, главное любить свое дело. То есть и вот как мы увидели там, это как люди любят свою землю и работают на ней. Пока неизвестно, окажутся ли работы забайкальского режиссера в списке номинантов на главную премию фестиваля. Главное, уверен бояр, что он сможет привлечь внимание к проблеме сохранения бурятской культуры языка в пику тем, кто думает, что такой проблемы не существует. Антон Матушевский, Сергей Рычков. Середина земли. Забайкальский край. В Чите прошел торжественный прием главы города Анатолия Михалева. На встречу пришли студенты, молодые специалисты, активно участвующие в социально значимых мероприятиях нашего города. Все они получили грамоты главы городского округа. На мероприятие побывала Татьяна Салихова. Традиционный праздник, посвященный самым молодым и активным, собрал в зале большое количество людей, которые, несмотря на свой возраст, уже успели достичь немалых успехов. Они проявили себя в науке, медицине, педагогике, творчестве, общественной жизни. Я вижу по вашим лицам, что вы действительно испытываете волнение. Действительно, прием главы городского округа, первое лицо города принимает вас. И в этом действительно ваша заслуга. Только вы своей неравнодушием, я бы сказал, в основном сделали очень много для города, чтобы быть здесь на этом приеме, и вы действительно достойны. Они – настоящий пример для подражания. Так, Григорий Сизов – сердечно-сосудистый хирург, который провел около 300 операций на открытом сердце. Анна Андрушко – педагог-психолог средней школы номер 36, работает с детьми-инвалидами. Много разных направлений работы, но приоритетно, я считаю, работать с детьми-инвалидами, дети ОВЗ, которые с каждым годом увеличивается, число которых, и, конечно, требует особого подхода работы с ними. Существует программа «Доступная среда», мы работаем в наше учреждение, а также индивидуальные программы на каждого ребенка. Для студентки Алены Солодухиной, солистки и вокальной группы «Кураж», победительницей многих песенных конкурсов, награда стала приятной неожиданностью. Я думаю, что меня отметили здесь, потому что я занимаюсь активной деятельностью при нархозе. Для меня это как некая точка отчета, что я молодец и что я смогла. То есть я живу по такому принципу, что если ты что-то делаешь, ты должен знать свои успехи. И вот это как раз-таки результат. Еще один артист, представитель творческой молодежи Олег Тудукаленко рассказал нам, что для него очень почетно находиться в числе лучших представителей молодежи Забайкальского края. Я артист, мы работаем для людей, выступаем, все городские мероприятия, каждый год мы радуем наших зрителей песнями и танцами. Как отметили организаторы праздника, социальная активность чеченской молодежи с каждым годом растет. И именно на таких активных, творческих, неравнодушных, энергичных людей город делает ставку. Татьяна Салихова, Сергей Рычков, Середина земли, Забайкальский край. Россия и Китай, когда дружат дети. Юные артисты детских студий Театра национальных культур Забайкальские узоры приняли участие в концертах в китайском городе Шэньян. Они представили 16 номеров народной тематики. Своими впечатлениями по приезду домой в Читу ребята поделились с нашими корреспондентами. В Китай артисты приехали по приглашению российского консульства и приняли участие в двух концертах. Один из них проходил в Театре Шэньяна, а второй в консульстве. Артисты детских студий представили программу, состоящую из 16 номеров. Одна из песен прозвучала на китайском языке. Русская культура она многогранная. Ее, конечно, воспринимают везде. Но больше, конечно, поразила песня на китайском языке, которую девочки спели, подпевал весь, весь зал. Поэтому вот это теплое такое содружество пошло на пользу ребятам. Юные артисты и поют, и танцуют. В основном выступления были в русском народном стиле. Представили на сцене и цыганский хореографический номер. Репетировали даже за кулисами. Программа поездки оказалась интересной не только концертами. Мы практически каждый день ходили по экскурсиям. В музеи были в Средневековье. В Императорском музее были. Сложностей не было, говорят преподаватели. Программа уже наработана. Да и ребята на сцену выходили далеко не первый раз. В студиях театра «Забайкальские узоры» они занимаются по несколько лет. Китайские артисты тоже поразили нас своим выступлением. У них тоже сильные голоса. Выступили красиво, нам понравилось. В консульстве было очень большое здание, и мне понравился их прием. Я никогда еще не пела слово. Мы жили на самом высоком 13 этаже. Я была первый раз в Китае. Дети были награждены благодарственными письмами и дипломами российского консульства в Шиньяне. Впечатления от этой поездки останутся еще надолго. Сейчас юные артисты уходят на каникулы, но уже в августе репетиции возобновятся. Следующее их выступление планируется в Чите осенью. Они примут участие в фестивале русской культуры, который пройдет с 12 по 17 сентября. Марина Герасимова, Владимир Дементьев, «Середина земли», Забайкальский край. Совместное производство высокоскоростных поездов будет запущено в России и Китае. Соглашением предусмотрено строительство завода, где будут производить поезда, способные развивать скорость более 300 км в час. Планируется выпустить не менее сотни таких составов. Они будут пущены по железнодорожной магистрали «Москва-Казань». Это часть Евразийского транспортного коридора «Москва-Пекин». Китай готов инвестировать в проект примерно треть от его стоимости. На связи с нами Пекин. Коллеги, приветствуем вас. О чем еще готовы рассказать. Здравствуйте. Конечно, о самых заметных и интересных событиях, связанных с Китаем. В студии Руслан Гасанова. 1 июля исполняется 95 лет со дня основания Коммунистической партии Китая. За эти годы и лидирующая роль партии позволила вывести страну на ведущие мировые позиции. Следующий репортаж о рядовых членах КПК, которые также, как и миллионы их соотечественников, принимают активное участие в построении светлого будущего Китая. Выпускники китайских вузов все чаще выбирают карьеру в деревне. И хотя в городах зарплаты несоизмеримо выше, а возможностей намного больше, не все готовы участвовать в конкурсах по 100 человек на место и годами ждать повышения. История молодого коммуниста, который предпочел жизнь в селе с соблазном мегаполиса. Студенческие годы Ли Тао и представить не мог, что 10 лет проработает чиновником в администрации деревни Ляньань. Он закончил учебу в 2005-м и мог бы запросто построить карьеру в крупном городе. Но перспектива вернуться в родное село и изменить его жизнь к лучшему взяла вверх. Я родился и вырос в этой деревне. Когда получил диплом, хотел было искать работу в городе, но потом понял, что могу вернуться и сделать что-то полезное для односельчан. Мне кажется, работа в деревенской администрации – это прежде всего возможность добиться реальных перемен. Одной из своих первых задач Ли Тао сделал ремонт дорог и прокладку водопровода. Найти деньги было непросто, но молодой специалист проявил настойчивость. И администрация региона выделила бюджет. На новом асфальте и трубах дело не остановилось. В прошлом году в деревне открылись первый детский сад и поликлиника. «Поначалу в него никто не верил, уж слишком он был молод. Но со временем в деревне действительно многое изменилось. Сейчас он затеял ремонт электросетей, чтобы в каждом доме всегда был свет. Мы все бесконечно ему благодарны». «Одни выпускники университетов, попадая в деревню, не могут ничего добиться и быстро увольняются. Другие думают, что это просто трамплин для повышения или перевода на более хлебную должность. И вообще не пытаются ничего делать. Я же думаю, что именно здесь моё место». Ли Тао ведет свою карьеру не в переводе из отдела водил, а в реальном преображении родной деревни. В 2007-м он учредил фонд поддержки фермеров, благодаря которому те смогли купить нужное оборудование или профинансировать свои проекты. Более того, три года назад в Ляньань открылся инкубатор для стартапов, призванный привлечь в деревню как можно больше молодых специалистов с дипломами университетов. Фермеров в нём же обучили премудростям электронной коммерции. «Раньше мы не видели никакого будущего в деревне. Завидовали друзьям, которые переезжали в города, ведь перед ними открывались возможности, о которых мы могли только мечтать. Но теперь и мы можем неплохо зарабатывать с помощью интернет-торговли». Правительство Китая занялось привлечением выпускников в деревню в 2005-м году. С тех пор в стране приняли ряд программ, призванных повысить привлекательность сельской местности для молодых специалистов. Меры дали эффект. В национальном масштабе в деревнях сейчас работают больше 220 тысяч чиновников, получивших дипломы в городах. Лита уже отмечает, что оставил мысли о карьере в мегаполисе ещё и потому, что он состоит в Компартии Китая. А значит, его миссия – упорно работать, служить народу и добиваться реальных перемен к лучшему. Анна Савинькевич, Павел Данилюк, СиСи ТВ. Китайские социологи подняли весьма занятную тему любви и партнёрства. В центре интереса учёных – трансформация социальной структуры КНР и то, как современная молодёжь относится к браку. Наши корреспонденты на основе этого исследования подготовили репортаж. Синди Шао в свободное время играет в дартс. После пяти лет учёбы в Канаде она вернулась в Китай и присоединилась к стартапу в сфере инноваций в начальном образовании. Анна родилась в 1989 году и у неё есть возлюбленная. Но о создании семьи девушка не задумывается. Брак пока не для меня. Во всяком случае, я об этом не думаю. Считаю, что девушка должна иметь свой собственный путь, жить для себя. И под давлением общественности я прогибаться не буду. Родители Синди развелись, когда она была ещё ребёнком. И девушка признаётся, что независимость матери оказала значительное влияние на неё. Для всех нас главная мотивация в отношениях – это обеспечение стабильности. Но, к примеру, на Западе стабильность может быть выражена в разных формах. Комфортность – вот важный аспект отношений. Это два независимых человека, которые помимо своих собственных оглядываются и на общие ценности. Синди Шао относится к группе молодых китайцев, которые выбирают свободные отношения и личную независимость ставят на пьедестал. Когда дело доходит до романтики, у них включается западный образ мышления. Но не все так прогрессивные. Эрик и Кристина – более традиционных взглядов. Ещё в колледже они оказались перед мучительным выбором. Эрику пришлось сделать перерыв на год перед учёбой в США. И всё для того, чтобы Кристина закончила свой курс. В люблённости – это хорошо и комфортно. Но брак – это очень серьёзная вещь. Мне нравятся семьи старшего поколения. Они крепкие, нерушимые, более счастливые. Хотя супруги очень зависимы друг от друга. Ещё в колледже Кристина дала понять, что хочет выйти замуж через три года после окончания учёбы. Я хочу быть более подготовленной. Брак – это очень сложно. Помимо любви, мы ответственны и за общий дом, и за наших детей. И я буду прислушиваться к советам моих родителей при выборе будущего мужа. Но всё же кое в чём она не будет слушать мнения родителей. Это развод. Девушка уверена, что нужно оставлять вариант для лучшей жизни. Согласно докладу Всекитайской Федерации Женщины, в 2015 году 70% людей, родившихся в 60-х годах прошлого столетия, вышли замуж за своего первого мужчину. Но среди тех, кто родился после 1985 года, такое условие актуально только для 50% женщин. Вопреки ожиданиям, сейчас пара женится в более молодом возрасте. Для людей из 60-х, например, средний возраст был несколько выше 26 лет. В следующее десятилетие средний возраст вступающих в брак вырос до 30 лет. В 80-е годы снова упал до 26, а в 90-х сократился до 24. Современные молодежи более дифференцированно подходят к браку. Они хорошо образованы, у них довольно широкая картина мира. Они знают о правах женщин, и многие понимают, что брак не является необходимостью для многих девушек. Социологи отмечают, что нынешнее отношение к партнёрству породило целую отрасль для свободных и молодых. Вплоть до сайтов знакомств на одну ночь. Но в целом современное общество довольно терпимо относится к этой тенденции. А это и есть прогресс. Олеся Корзун, СиСи ТВ У меня на этом всё о других событиях. Мы расскажем в следующих выпусках. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин